На 82-м году жизни умер народный артист Российской Федерации Игорь Ясулович. Об этом сообщает пресс-служба ГИТИСа. «С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», говорится в телеграм-канале Института. По данным телеграм-канала «База», Ясуловича выписали из больницы несколько дней назад. Но уже в ночь на 15 августа ему пришлось вызывать скорую помощь. Поводом для этого стали сильные боли. Артист страдал от онкологии. В итоге после оказания помощи врачи скорой посоветовали ему обратиться в медучреждение. Еще раньше, в середине июля, актер также был госпитализирован. Игорь Николаевич Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рюйнсфельд, ныне Залесе, Кошкинского района Куйбышевской, сейчас Самарской, области в семье военного. Детство провел в городе Измаил-Одесской области. В 1962 году Ясулович окончил актерский, а через 12 лет и режиссерский факультет в ГИКО. С 1962 года актер экспериментального театра, студии Пантомимы, Эктимим, в 1964-1994 годах, театра студии киноактера. С 1994 года, московского ТЮЗа. С 1961 года активно снимался в кино, всего в кинематографе, за свою карьеру сыграл 320 ролей. Среди его наиболее заметных киноработ роли в фильмах «Девять дней одного года» не может быть. «Двенадцать стульев» Леонида Гайдая «Самая обаятельная и привлекательная» Гардемарины «Вперед!». Гости из будущего – Мэри Поппинс «До свидания» и многие другие. Будучи обладателем весьма яркого и запоминающегося голоса, Игорь Ясулович озвучивал многие фильмы и мультфильмы. Преподавал во ВГИКе и ГИТИСе, работал как сценарист и режиссер. Актер был известен своей активной общественной позицией. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.